Сегодня в администрации города состоялось еженедельное оперативное совещание. Один из вопросов в повестке дня меры по снижению задолженности населения по оплате коммунальных услуг. На сегодняшний день долг серпуховичей перед поставщиками энергоресурсов вырос почти на 60 миллионов 700 тысяч рублей. Каковы варианты решения этого вопроса смотрите в нашем первом материале. Новый год без долгов. МУПРКЦ ЖКХ такую акцию проводит два раза в год. При 100% погашении задолженности начисленная пеня списывается. Только подобные меры действуют далеко не на всех плательщиков. За дни жилищные услуги 4% серпуховичей задолжали почти 200 миллионов рублей. За капитальный ремонт, водоснабжение и водоотведение еще 240 с лишним миллионов. МУПРКЦ применяет горе-должникам различные меры воздействия. Даже идут на уступки. Так, заключено почти 400 договоров по реструктуризации задолженности на сумму 26,5 миллионов рублей. То есть, если житель должен, в принципе, он может растянуть удовольствие по оплате задолженности. Такую возможность мы им предоставляем. Составляем договор о рассрочке долга. И житель обязан будет платить текущее начисление плюс обязательную сумму по договору. И питанция к нему приходит уже не страшная, которая там с большим долгом, а текущее начисление и соглашение. Если задолжник в течение двух последующих месяцев нарушает условия, договор автоматически расторгается. Еще одна мера воздействия на должников – претензионные письма, которых было подготовлено РКЦ ЖКХ за первое полугодие чуть больше 4 тысяч. На 22 миллиона рублей было подано 306 заявлений. Если тоже анализировать количество вводных заявлений в суд, 306 в этом году и 393 в прошлом году, то есть 13 заявлений разница, а сумма почти в два раза больше. Значит, тоже просто нужно анализировать, что налицо увеличение суммы задолженности в общей массе. Мы уже самостоятельно печатаем на квитанциях, которые присылаем жителям, такие вот предупреждения, чтобы на особом контроле, в плане отключения, он там обштампован в двух сторон, квитанция вся эта. Ну, скажем, есть какой-то сдвиг, жители приходят, начинают задать вопросы, что нам отключат. Мы их отлавливаем, заключаем соглашение. Еще одной важной темой оперативного совещания стали автомобильные дороги и дворовые территории. На их ремонт выделено 91 миллион рублей. В этом году на балансе по ремонту стоит 24 дороги. Тендер выиграла компания ООО «Технострой». К сожалению, при выполнении работ, наверное, жители видели на улице Советской, первоначально бордюры укладывались просто на песок. И, в общем-то, при детальной проверке выполнения работ было сделано замечание и поручено переделать. Переделывали два, а в некоторых местах по три раза. Из-за невыполнения графика работ администрация была вынуждена поменять. Субподрядчик отдела сдвинулось с мертвой точки. Дорога на улице Советской готовится к асфальтированию. Вы вот делаете из-за того, что сюда помогали технику, поставили под памятник? Да. Меня завтраками кормят уже несколько дней, что вот-вот в ночь выйдут с асфальтировкой, но вот и ныне там. Сегодня я специально проехал по улице Советской в 8 утра. Поэтому, конечно, хорошо, что мы верим в светлое будущее, но я все-таки нацеливаю на продолжение контроля за этой организацией.